ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, ребята! Ко мне пришла посылочка с Амазона. Посмотрим поближе. Это фирма Tronsmart, которая делает нормальные колонки. Не всегда они выдерживают все мои испытания, но зато со звуком проблем никогда у них не было. Звук всегда чистый, приятный и басовитый. Сейчас мы вскроем одну из них и посмотрим, что же там за колонка и приступим к жестким тестам. Тут есть вот такой вот один обувной шнурок, стандартные провода и вот такая колоночка. Тут динамик, очевидно. Здесь пассивка. Кстати, она в открытом доступе. Это очень круто, я это очень люблю. Так, что тут еще есть? Молодцы, Type-C воткнули. Карточка памяти втыкается. EOX. Круто, мне нравится. Сверху у нас включение, пауза, минус, плюс. Такая прям бомбочка маленькая. Кстати, динамик там не маленький стоит. Вообще, если честно, на картинке она кажется гораздо меньше, чем она есть в реальной жизни. То есть, ну смотрите. Если сравнить с JBL GO 2, то JBL GO 2 гораздо меньше. Конечно, JBL GO 2 это эталон. Это именно то, на что надо равняться. Потому что она маленькая, но звучит очень хорошо и очень качественно. Сейчас я навалил максимальный бас и нет никаких хрипов, даже на максимальной громкости. Соответственно, если бас сделать меньше и поставить стандартный режим, то колонка будет играть еще громче. И тогда шансов для искажений не будет вообще никаких. Так, что-то на коробке еще указано. Давайте посмотрим. 24 часа они обещают на умеренной громкости. Есть микрофон, есть пассивный радиатор. Вот здесь написано пассивный радиатор. Для тех, кто любит писать то, что это не радиатор. Точно не ошибетесь, если будете назвать их пассивками. И здесь есть такой значок. И под ним написано типа настоящая стерео. И я задумался, что же за стерео. Тут один динамик. И выяснилось, оказывается, если два раза нажать кнопку включения, то ее можно соединить с точно такой же колонкой. И две колонки будут уже делать стерео. Как хорошо, что мне их прислали две штуки. И вот она абсолютно новая вторая. Сейчас мы ее вскроем. Так, это тут открывается. Ага, вот он. Даже цвет одинаковый. Хотя бывает синего цвета еще. Как же включить их в паре? Смотрите. Как оказывается, не так уж легко их соединить между собой. И тот, и тот подключился к телефону. И теперь то один работает, то другой работает. Может надо отключить телефон. Вот. Теперь произошел какой-то сигнал, что они соединились. И теперь осталось только на этом шнурке для ботинок сделать такие же узелки, как я сделал вот здесь. А идею для этих узелков я взял с колоночки Flip 4. Вот, посмотрите. Здесь таких четыре узелка, которые не развязываются ни с этой стороны, ни с этой стороны. Но проблема в том, что их не так уж и легко вязать. И я угробил 10 минут на то, чтобы этому научиться. Теперь с этими шнурками для обуви можно удобно и безопасно переносить эти две колоночки. Соединить можно только две такие колоночки, то есть сделать стереорежим. Также мы сейчас навалим бас, посмотрим, как двигаются пассивки. Если честно, я ожидал большего хода, но ход у них небольшой. Это из-за того, что динамик чуть-чуть меньше, чем пассивка, поэтому пассивка не выходит на свой максимальный ход. Вот динамик, видно, что он сильно ходит, а пассивка ходит чуть-чуть меньше. И теперь, когда они в паре, баса стало больше, звук стал объемным. И это действительно интересно. Естественно, хочется сравнить громкость одной колонки и потом громкость, когда две колонки с помощью моего шумомера. Давайте это попробуем. 94,7 децибела, то есть почти 95 набирают эти колоночки, когда они вместе. А теперь мы одну из них выключим. И даже одна такая маленькая выдает 91,3 децибела. И у меня идея, давайте сравним ее с JBL GO 2. Она намного меньше, но будет ли она намного тише? Вот это меня интересует больше всего. Как мы видим, то что она заметно тише. Она всего 86 децибел. И они очень сильно похожи именно с флипом четвертым, потому что басов у них не дотягивает по сравнению с JBL Charge 3 или Charge 4 тем более. Ну а громкость такая же, то есть тоже очень громко. Все мы прекрасно знаем, что флип четвертый по средним частотам и по высоким даже громче, чем JBL Charge 3 или JBL Charge 4. Не знаю, как они это сделали, несмотря на то, что динамики меньше, но он получился немного громче. И поэтому я именно с ним сравниваю, потому что громкость у них большая. Но раз уж я начал эти колонки сравнивать конкретно с флипом четвертым, то хотелось бы уточнить и цену. Так как эти колонки сейчас стоят на данный момент по акции 16 евро за штуку, в среднем цена где-то 20 евро. В России это около 2000 рублей сейчас за одну колонку. Соответственно, флип четвертый здесь в Европе стоит сейчас самое дешево 80 евро. Нормальная цена в районе 95-100 евро. То есть, понимаете, можно купить как минимум 4, а то и 5 вот таких маленьких квадратиков вместо одного JBL Flip 4. Смысла, конечно, нет покупать больше двух, так как они подключаются только в паре. И если вы купите две такие колонки, вы потратите не более 40 евро на покупку этих колонок или не более 4000 за две штуки. А громкость и басы такие же. К тому же, если в семье несколько детей, то выгодно взять Tronsmart, так как может один Tronsmart быть для одного ребенка, а второй для другого. И они даже могут его соединять вместе для получения более мощного звука. Также в нем должна быть защита от полного погружения под воду. То есть, защита ничем не уступает колонкам JBL. И это мы сейчас проверим. Ну вот мы и приехали в то место, где будет происходить по-настоящему жесткое испытание. А именно, я привязал эту колоночку к велосипеду. И мы будем ехать вдоль берега. И там, естественно, будет вода, песок. Как раз все то, от чего она, по идее, защищена. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Всем удача-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по Субтитры создавал DimaTorzok